Эфир телеканала Беларусь 4 Могилёв продолжает программа Спортэм. Встречаем лето на природе. Подводим итоги спортивного сезона вместе со спортсменами Центра Олимпийского резерва. Веселый дельфин в Могилёве. Как прошел республиканский турнир по плаванию. Лучшие из лучших. Узнаем, кто выиграл чемпионат Следственного комитета по мини-футболу. Летняя пауза. Поговорим об итогах прошедшего спортивного сезона для команд Могилёвщины в нашем традиционном дайджесте. Встречаем лето вместе со спортом. Лучшие пары года для того, чтобы весело использовать для здоровья. Провести свободное время не придумать. Спортсменам Центра Олимпийского резерва по конному спорту и пятиборью повезло чуть больше, чем остальным. Здесь первые дни лета встречают на природе и с четвероногими друзьями. Анна и Полина с этими животными впервые познакомились на выставке. Сначала записались на прокат, а уже спустя год начали заниматься в секции. По словам девушек, конный спорт особенный. Малей, Васаби, Абарио, Газгольд, Бонавур, Борис. А как ты выбираешь своих любимчиков? По каким признакам? Ну, они ласкаются. В Центре Олимпийского резерва приятное совместили с полезным. Отпраздновали первые дни лета и подвели итоги спортивного сезона. Некоторые из участников награждения только вернулись с соревнований. И сейчас готовятся к заслуженному отдыху. Когда у нас занимаешься? Два года. А почему начала вообще заниматься? Нравится, классно. А вот что нравится? Абсолютно все, что связано с конями. А вот скажи, не сложно? За ними, наверное, ухаживать, надо убираться, седлать. Сложно, конечно. А почему продолжаешь это делать? Нравится, это классно, позитивно. Традиционно в этот период свою работу начинают летние лагеря. Такой лагерь сделали и для спортсменов Центра Олимпийского резерва. Там ребята смогут продолжить оттачивать свои спортивные навыки, ездить на соревнования и ухаживать за лошадьми. Конечно, здоровый образ жизни. Во-первых, это общение с животными. Это, как сейчас у нас дети любят проводить время за компьютерами, за телефонами, то здесь дети от этого отдыхают. Правильная осанка, правильная там походка, все это способствует здоровому образу жизни. Для спортсменов Центра Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью прошлый год оказался богатым на события. Они приняли участие в чемпионатах республики, Европы и мира. Развитие таких видов спорта, как в современном пятиборье конный спорт, у нас традиционно в Мигелевщине показывает достаточно серьезные спортивные результаты в международной арене. И наши спортсмены выступают не только, показывают хороший, высокий спортивный результат не только на республиканских, но и на международных соревнованиях. Этому есть примеры Полосков, Василий и множество других спортсменов, которые на протяжении долгого времени представляют нашу страну в международной арене. Итоги спортивному сезону подводят и в новом бассейне H2O. Однако здесь так просто на летний перерыв уйти не удастся. На соревнования «Веселый дельфин» съехали спортсмены со всей республики. И каждый из них свой сезон хочет закончить на высокой ноте. Но хорошие результаты требуют хорошей подготовки. Во-первых, физической. Поэтому перед началом заплыва традиционная разминка. Подскажи, как спортсмен перед заплывом готовится? Какие физические упражнения выполняет? Раскручивает руки, разминает ноги, просто отдыхает и растягивает. А для чего он это делает? Чтобы тело, мышцы расслабились и нагрелись, согрелись. Нельзя, чтобы мышцы были холодные. Тогда ты не можешь раскрутить и пропуститься максимум. На старте уже разогревшемуся спортсмену нужно настроиться на заплыв. Пловец должен быть уверен в своих силах. Здесь на помощь приходят тренеры, которые на протяжении всей дистанции внимательно следят за своими подопечными с трибун. Тренер показывает специально, чтобы мы ускорились. Говорит, давай быстрее. А вот то, что тренеры кричат с трибун, вы слышите это в воде? Да. Это помогает? Да, немного мотивирует. Мы видим, что на трибунах вас поддерживают ваши тренеры. Вот то, что они кричат с трибун, вы слышите вообще это? Ну, когда как. То есть, вообще-то, когда они свистят, слышно, а когда кричат, не особо. Потому что зацикливаешься именно на плавании, чтобы именно плыть дистанцию, а никто тебя поддерживает. Проплыть на время. Такую задачу перед собой ставит большинство из пловцов. Хорошие результаты позволят им повысить свои спортивные разряды. Было очень сложно. Я задыхался. Как-то потом стало, словно, легко на двухстах. И потом я начал сильно плыть. Но все равно проплыл так себе. Очень дистанция, очень тяжелая. Напомни, какое место занял? Я? Ну, в своем заплыве я проплыл шестой. На соревнованиях спортсмены выступают на дистанциях разной протяженности. 50, 100, 200 метров. Для нас эти цифры мало что значат. Но для пловцов каждое из этих значений – отдельное испытание. Чемпион спринтерских заплывов может быстро выдохнуться на длинных дистанциях и наоборот. А вот ты говоришь много о дистанциях разных в плавании. Скажи, а у тебя вообще какая любимая дистанция? 50 и 100. А почему? Это и не другая. Ну, потому что у меня довольно хорошо получается плавать спринтерские дистанции. У меня время довольно хорошее. А что нужно для того, чтобы плавать именно спринтерские дистанции, а не вот другие? Ну, выносливость и по большей части сила, мне кажется. Каждая победа пловца – это еще и результат кропотливой работы его тренера. Где поднажать, а где перевести дыхание? Какая дистанция окажется лучше? Узнаем, как воспитать будущего чемпиона. Много факторов. Вообще результат складывается из мелочей. Каждая мелочь важна. Тем более, как бы подготовка достаточно долгая к веселому дельфину. Это конец года уже. Поэтому это считайте, что наработанная за весь год подготовка. Поэтому, безусловно, нелегко. Но еще зависит, безусловно, от самого спортсмена тоже. Если спортсмен способный, то, приложив грамотное усилие, можно достичь очень хорошего результата. Веселый дельфин – это соревнование среди еще юных спортсменов. Но именно на таких принципиальных стартах рождаются будущие звезды. Для данных ребят этого возраста – это первое важное соревнование республиканского уровня, где собраны все сильнейшие ребята данного возраста. И здесь участвует 310 ребят, которые прошли отборочные соревнования в своих областях и городе Минске. И здесь они участвуют и показывают свои лучшие результаты. Лучшие из лучших. В Горках прошел чемпионат Следственного комитета по мини-футболу. На протяжении трех дней за звание лучшей команды сражались подразделения Следственного комитета со всей стороны. Исход чемпионата решил поединок между могилевчанами и представителями Гродно. Еще до начала встречи стало ясно, что матч выйдет жарким. Обе команды с атакующим стилем игры долго засиживаться у своих ворот не собирались. Поэтому и первый гол долго ждать не пришлось. Счет открыт могилевчанами. Игра получилась по-своему огненной. Много фолов и ярких моментов. То опасный стандарт, то яркий сейв вратарян. Как оказалось, в последствии все это пошло на руку в первую очередь футболистам из Могилева. Вслед за первым голом пришел и второй. Потом тайм-аут, несколько перестановок в составе, и их уже было не остановить. В итоге 3-1. Впечатления, конечно, самые положительные. Что нужно сказать. Мы подготовились. Мы, в принципе, все это организовали. Вместе с центральным аппаратом. Команды в финале были классные. Футбол, я думаю, всем понравился. Было изобилие голов. 3-1 достойно. Классно. Эмоции только положительные. Мы всегда старались играть на этом чемпионате с позицией силы. Потому что знали, что у нас есть как минимум одна играющая пятерка. Что, в принципе, по другим командам сложно сказать, что у них кто-то может быть. Конечно, не играли там когда-то в футбол. Это все все-таки следователи. Следователь. Такая профессия тяжелая. Но спасибо всем командам, что приехали. В принципе, все сами видели. Футбол не прощает ошибок. Каждая ошибка – это пропущенный гол. Понятно было, что кто реализует свой момент, тот, соответственно, и выиграет. Команда Могилева получилась реализовать свои моменты. У нас, к сожалению, где-то все не сложилось. Для подразделений Следственного комитета проведение подобных спортивных мероприятий – это отличная возможность общаться не только в служебной сфере, но и в неформальной обстановке. Работа в Следственном комитете, она связана, ну, скажем так, кабинетная сидячая работа. И для того, чтобы отвечать, для того, чтобы получить какие-то новые эмоции, просто занятие спортом – это хорошо. Соревнования – это еще лучше. А когда соревнуются между собой подразделения и различных областных аппаратов – это, во-первых, эмоции. Во-вторых, все положительные моменты спорта, в-третьих, люди встречаются, общаются, знакомятся. Потом, в ходе работы, насколько проще общаться с людьми, с которыми проводишь вот так вот время в такой накаленной эмоциональной борьбе. Это очень полезно. По итогам чемпионата третье место заняла команда Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси. Серебряным призером стали представители Гродно, а звание чемпионов осталось за могилевчанами. На чемпионате по легкой атлетике в Бобруйске определили самых быстрых и выносливых среди представителей Государственного комитета судебных экспертиз. Всего участие приняли 8 команд, а это около 50 человек. При этом гибкий формат чемпионата в виде четырех дистанций для трех возрастных категорий. После эстафеты награждения, медали и дипломы для тех, кто смог не только показать отличный индивидуальный уровень спортивной подготовки, но и внести значимый вклад в победу своей команды. Таковыми в первую очередь оказались могилевчане, сумевшие взобраться на первую ступеньку пьедестала. За ними представители Витебска и Минска. Во время небольших летних каникул в высшей лиге Беларуси Днепр Могилев провел матч на выезде с Бобруйской Белшиной. Правда, поединок был только товарищеский. Именно поэтому главный тренер могилевчан Евгений Молчин решил против таких опытных соперников попробовать не только основной костяк команды, но и новичков. Вообще поединок обещал быть зрелищным. Обе команды ничем не рисковали, а гости еще и явно были не против закрепиться в стартовых составах на будущее. Однако счет с красивой подачей и не менее эффектного замыкания в штрафной все равно открыли бобруйчане. Могилевчане противникам порадоваться времени не дали. Точнее дали, но только две минуты. Сначала Кирилл Гусев сравнял счет, а потом Егор Молотков отправил мяч прямо под верхнюю перекладину. Концовка первого тайма завершилась голом с пенальти в ворота Днепра. Однако, как оказалось, все самое страшное для команды еще было впереди. Забегая вперед, по итогу матча Евгений Молчин заявил, что некоторые просто недостойны надевать майку Могилевского Днепра. И на такие выводы главного тренера явно натолкнула игра команды во втором тайме. Точнее, ее отсутствие. Сначала голевой дубль противника на 49 и 51 минутах, а после срез в свои ворота. Мучение команды завершил только судейский свисток. 7-3 в пользу бобруйчан. Теперь Евгению Молчину предстоит непростая задача, ведь с такой скамейки запасных о высоком месте в турнирной таблице говорить, к сожалению, не приходится. С пользой скоротать летнюю паузу предлагает сайт футбольного клуба Днепромогилев, где недавно вышло большое интервью с новичком клуба, полузащитником Юрием Клочковым. Там игрок рассказал, что его футбольная карьера могла толком и не начаться, ведь его не хотели брать в секцию из-за небольшого возраста. Тогда ему только должно было исполниться 6 лет. Первым белорусским клубом для футболиста стал Слуцк. Он дебютировал в матче против Борисовского Бате. Обсуждая этот сезон, Клочков отмечает, что команда только начинает набирать свою форму. Многие сложные противники были пройдены, на счету есть голы и опасные моменты, а значит, можно надеяться, что оставшиеся игровые дни команда завершит на более высокой ноте. Субтитры подогнал «Симон»!